Всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале, меня зовут Алексей, и сегодня я с вами хочу поговорить и поделиться опытом, как работают алгоритмы YouTube. Ни для кого не секрет, никому не нравится, особенно начинающим блогерам, когда ты начинаешь постить видео, ты трудишься часами, и в итоге выхлоп нулевой, ноль просмотров, мне кажется, я хакнул систему, я знаю, как эта штука работает. Я хочу с тобой обязательно поделиться вот этой новой моей находкой. Перед началом видео, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео, для меня это будет очень ценно и понятно, что для тебя этот контент очень интересен, и мне такие выпуски про YouTube стоит выпускать намного чаще и вообще заняться данной тематикой. Вот, а сейчас давай начинаем, я тебе расскажу, как работают алгоритмы YouTube, и это стопроцентный способ, потому что сейчас я тебе об этом расскажу. Погнали. Все блогеры говорят о том, что нужно создать американский YouTube. На американском YouTube такая большая аудитория. Да-да-да. Мы все знаем о том, что сейчас русский YouTube катится вообще прямиком кубарем куда-нибудь, куда-то на дно, и с русского YouTube, если у меня примонетизация этого канала, и, кстати, напиши в комментариях, хочешь ли ты знать, сколько я вообще заработал с этого канала, имея сколько там, 2,5 тысячи подписчиков, и вот эти видео, которые я загружаю не так уж и часто. Вот, возвращаемся к теме, извиняюсь. Сейчас русский YouTube катится кубарем вниз. Если ты знаешь английский язык, либо какой-либо другой, я тебе советую вообще начать иностранный YouTube. Вести на английском языке, на корейском, я знаешь, корейский, немецкий, неважно каком, переходи на другой язык. Это вообще самая первая моя рекомендация по этому поводу. Вот, когда русский YouTube пошел вниз, я задумался о том, почему бы и нет, почему бы и не начать делать канал на американском языке, вообще на американскую аудиторию. У меня с английским языком upper intermediate, и как бы я неплохо говорю и свободно вроде выражаюсь на английском языке. И так вот, я решил, думаю, так, ну надо для начала понять, как работают алгоритмы, и что я сделал вначале. Самое первое. Я изначально создал YouTube канал. Назвал его вообще смешным названием. Я его сейчас не могу вам рассказать, показать, я буду отдельно вот так скриншоты присылать. Ну, прикреплять точнее сюда. Вот, и вы будете видеть, как эта вся история работает. Вот, я создал канал, сделал его, просто оформил. Ну вот, если надо инструкцию, как создать YouTube канал, напишите мне, я быстро, вкратце, за 5 минут это вам покажу, расскажу. Вот, создал YouTube канал, назвал, особо описание там не делал, типа это самое лучшее видео, там что-то такое. Вот, делал это на российский номер, на российскую почту, на все, ну все в таком роде. А далее, да, я забегу немного наперед, у меня аудитория из-за границы, на самом деле, из Америки сейчас, 50% кто смотрит тот канал. Вот, далее, что я сделал? Создал канал, начал тестить, ну вот, во-первых, я закинул одно видео, второе, третье, какое-то зашло, какое-то не зашло. И, что я могу порекомендовать на своем опыте. За 3 недели постинга видео я набрал 110 подписчиков, прям живых подписчиков, я снимал без лица, просто брал видео, 20 минут тратил в день, публиковал и набрал 110 подписчиков. Там дохерищи часов просмотров, это я вам сейчас прикреплю, вот столько часов просмотров я собрал. Ну и, во-первых, давайте сейчас запомним одну вещь. Когда ты создаешь YouTube канал и выкладываешь первое видео, с этого времени у тебя происходит неделя бустинга в канале. Как бы YouTube показывает твой новый канал, но вообще всем-всем-всем подписчикам есть вот такая аудитория, ну вот, с миллионными темами. И то, как ты назовешь канал, про что ты будешь говорить, то той аудитории вообще YouTube будет показывать, но он будет разношерстно. Вот возьмем такую большую линию, он будет этим-этим-этим-этим-этим закидывать и смотреть, про что твой канал и кому вообще, какова аудитория, интересно. И так он будет делать неделю. Потом алгоритмы как-то у него формируются, я еще не знаю, как это все происходит. Но как-то они формируются и потом просмотры у тебя там, например, с нулевого канала у тебя там было тысяча, пятьсот, и потом они падают в ноль. Даже если ты публикуешь видео каждый день, потому что он обстанавливается на какой-то группе людей. Вот. Что нужно сделать, чтобы YouTube-канал брал твои видео и показывал снова этой аудитории, как было на первой неделе просмотров. Первое. Помните о шортсах, потому что шортс нам помогает вводить канал на новые подписчики, на новые просмотры. И шортс вообще с февраля 2023 года будет монетизируем. На самом деле это классная штучка. Тем более, если на иностранную аудиторию ты будешь делать, неважно, даже если ты собираешься делать на русскую аудиторию, то не забывай про шортс. Сейчас я расскажу, почему нужно делать шортс, большие видео и как это вообще делать, чтобы алгоритмы работали и чтобы твои видео показывали. Во-первых, самая главная вещь. Публиковать видео раз в 12 часов. И это нужно делать ручками. Ребята, вот этими ручками публикуем видео раз в 12 часов. Не меньше. 11 часов 59 минут нам вообще не подходит. Через 12 часов, будь то это большое видео, будь то это шортс, он будет давать только новые просмотры для нового канала. Это уже тысячу раз протыщено. Вот сейчас я покажу пример. Вот посмотрите, вот этот пример. Вы здесь видите о том, что я загрузил 5 видео. Одно из них набрало сколько-то там, тысячу с лишним просмотров. И другие вообще не набрали. Так почему? Потому что я говорю, все дело в ручках. Надо загружать все руками раз в 12 часов. И это очень важная информация. Ну вот, это следует куда-нибудь записать, запомнить. Потому что только так он начнет ваш канал, ваш канал выкидывать в вашей аудитории. Нельзя делать отложенные публикации образно. Вы не можете. Вам YouTube вообще не позволят. И вы сейчас просто такие думаете, ну ты же сказала раз в 12 часов, я сейчас возьму 5 видео, 5 шортс, загружу, ну вот, ну сделаю видео, 5 шортс, загружу и поставлю на отложенные публикации через каждые 12 часов. Нет, так история работать не будет. Вам необходимо каждые 12 часов заходить на YouTube и выкладывать новые видео. Единственное, нельзя миксовать большие видео с шортсами. Это будет ошибка. Нельзя загрузить большое видео и шортс к нему сразу же. Потому что загрузка видео, я не знаю, это система банов, система ограничений. Но как-то она так работает на YouTube. Вот нельзя то, что большие видео и после них сразу выкидывает шортс. Нужно прождать 12 часов. Я уверяю, то что на большие видео даже несколько просмотров он даст. Но вот на шортсе через 12 часов он даст просмотр. Если меньше 12 часов, нет, эта история вообще работать не будет. Также прошу обратить внимание, если вы делаете на русскоговорящую аудиторию, пишите по-русски. Хэштеги ставить сейчас вообще не нужно. Не обязательно вообще ставить хэштеги. Хэштег можете поставить название канала и то вообще не нужно. Не нужно путать алгоритмы YouTube. Потому что представляем вот такую, не знаю, прямоугольную структуру с различными группами тематик, с различными блогерами. И там внутри этой структуры, в различных тематиках есть аудитория. И вы в какой-то аудитории уже засветились и он будет ей выдавать. Какие бы вы там теги, хэштеги не ставили, он другой аудитории выдавать не будет. Он будет пытаться из других каких-то людей выцеплять аудиторию. Будет ли им нравиться ваше видео. Если да, у вас видео будет расти и еще больше просмотров будет. YouTube будет способствовать развитию вашего канала. Но нужно придерживаться определенных правил. Во-первых, давайте сейчас подведем итоги. Раз в 12 часов. Во-вторых, это делаем мы все ручками. В-третьих, мы не постим и не спамим в YouTube. Ждем 12 часов. Сделали большое видео и к нему шортс, 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 шортс. Либо, если хотите быстро набрать подписчиков просмотров, делайте только шортсы. Потому что они сейчас очень хорошо заходят. И таким образом вы сможете набрать аудиторию. Как делать шортсы и как я снимаю шортсы на тот канал и вообще что за тот канал. Но это я вам, наверное, в следующих видео расскажу. Давайте продолжим данную тематику. Обязательно также не стоит забывать, сколько времени сейчас в вашей аудитории. Это мне помог на самом деле сервис vidIQ. Я там купил за 7 долларов супер про-про версию со скидкой там что-то 90%. Я подумал, как vidIQ будет помогать. На самом деле он ни черта нормально не помогает. Ну, помогает, но так, чтобы с какой-то аналитикой поработать. Если хотите больше просмотров и больше подписчиков, ну, можете оформить на самом деле vidIQ, либо YouTubeBuddy или как. Я не помню, как он называется. Я vidIQ обычно всегда пользовался. Вот. Единственный вывод, который я сделал, это время публикации. И самое важное. При публикации видео, чтобы он показывал другим, вы должны соблюдать время просмотра. Да, это тот промежуток времени, сколько будет человек зависать на вашем видео. Я хочу сказать про удержание. Вот аудитории на видео все говорят. Так что лучше сделать поменьше ролик, поменьше в минутах, или шортс не 45 секунд, а 15 секунд, чтобы он этот шортс человек взял, просмотрел, даже дай бог на автомате. YouTube понимал то, что ваше видео надо куда-то еще рассылать, потому что его смотрят. Также хочу сказать, что у YouTube есть определенные ограничения к шортсам, предположим, либо к видео. Это я заметил по вот такой диаграмме. Она иногда растет снова вверх. Но он сколько-то просмотров, какое-то ограниченное, дает только вашим видео. Наверное, мне кажется, это сказывается из-за того, что канал новый, аудитория, у него какое-то есть, небось, процентное соотношение. Ну, в основном, если канал новый, там он выдает, выдает, выдает чуть аудитории, поднимается наверх, и потом снова у вас будет плоская. Насколько бы классной аудитории, удержания аудитории у вас не было, насколько классное видео, потом он будет выдавать в другие категории. И если другим людям понравится, он будет еще стрелять выше. Итак, что главное помнить? Лайки нам не важны, потом комментарии нам не важны. Нам необходимо удержание аудитории. Делайте покороче видео, чтобы его досматривали до конца, и тогда YouTube будет выдавать новой аудитории. Ну, по моему опыту, по моему новому экспериментальному каналу, я могу только сказать о том, что для больших видео это примерно процент удержания, там, например, 30%, это было бы классно. Вот, для шортс процентное соотношение удержания должно быть где-то, ну, наверное, 70% и больше, для того, чтобы они как-то росли. В каждом видео не забываем то, что байтить, и там, в шортсах, типа, подписывайся на канал, либо это произносить, ну, данная схема работает. Давайте подведем итоги. Что нам необходимо знать? Так, во-первых, шортсы и большие видео публикуем с разницей в 12 часов. Я полагаю, что лучше подписчиков набирать через шортс, а большие видео снимать как основные. Или записал большое видео, из него нарезаешь шортс, и каждые 12 часов постишь. Хэштеги нам не важны. Нам не надо указывать никакие хэштеги в видео, но там даже YouTube прям нам про это говорит, что не указывайте хэштеги, если это слово никак не коверкают. Следующее. Нам не важны, сколько лайков, и нам не важны, сколько комментариев. Самое главное, YouTube нужно удержание аудитории на самой платформе на вашем видео. Если ваше видео цепляет и удерживает вашу аудиторию, значит, это видео будет продвигаться. Но у YouTube есть свои лимиты. Так что не забываем это. Ребят, я надеюсь, данное видео вам было полезно, понятно. И вот скрин вообще, как у меня это все работает, когда я публиковал видео каждые 12 часов. Вы видите о том, что видео набирают всегда просмотры. Нет ни одного видео, которое оказалось бы без лайков, без просмотров. Эта схема работает. Так что я вам советую раз в 12 часов. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. И я с вами буду рад подискутировать на эту тему. И я думаю, до следующих видео. Так что пока.